Постоянные тренировки, отработка действий в реальной обстановке. Сотрудники Вологодского филиала вневедомственной охраны, который 27 февраля отмечает 26 лет со дня основания, провели учения в одном из детских садов Вологды. Впрочем, под их охраной не только все школы и дошкольные учреждения, но и торговые центры и квартиры. Всего более 2000 объектов. На учениях побывал и Егор Канавин. 108-й сработал детский садик номер 33, Колосок, Казакова 12, 13, тревога, тревожная, кнопка, время сработки 10.37. Дежурный передает сигнал ближайшей группе задержания. Сотрудники в полном обмундировании оперативно выезжают на место. Первым делом нужно разобраться в ситуации. У нас на территорию дошкольного образовательного учреждения проникли два молодых человека, они находятся в состоянии алкогольного опьянения. На мои требования покинуть территорию, реакции никакой не происходит. Примите, пожалуйста, меры. На требования полицейских проехать в отдел для составления протокола подвыпившая парочка отреагировала агрессивно. Пришлось применить силу. При задержании у одного из дебоширов обнаружили нож. Спустя всего минуту нарушители в наручниках отправляются в машину. Это всего лишь учение, но легенду для них взяли из реальной жизни. В неведомственной охране, под защитой которой все школы и детские сады города, часто приходится разбираться с компаниями, распивающими спиртное, или хулиганами, ломающими имущество учреждения. В основном, бывает, люди понимают, что стараемся разойтись миром, чтобы не ругаться, физическую силу не применять. Ну, в зависимости от граждан. То есть, если граждане сильно пьяные, то, возможно, есть сопротивление. То есть, не знаешь никогда, что можно ожидать. Подобных вызовов за день бывает около 40. Все сигналы поступают сюда, на пульт центральной охраны. Срабатывают как домашние охранные системы и сигнализации, так и тревожные кнопки в учреждениях и торговых центрах, в качестве которых сейчас можно использовать обычный мобильный телефон. На определенную клавишу запрограммировали определенный номер телефона, быстрый набор. Собственник, если у него что-то случилось, какие-то противоправные действия, да, против него могут происходить, в магазине что-то случилось, кто-то буянит и так далее, он нажимает эту кнопку сотового телефона, незамедлительно сигнал тревоги проходит к нам на пульт. В пределах секунды буквально. Только в прошлом году сотрудники вневедомственной охраны задержали около тысячи человек за хищение и кражи в магазинах и торговых центрах. Под охраной службы и квартиры горожан ни по одному из адресов, поставленных на сигнализацию, ЧП допущено не было. Помимо того, что мы охраняем объекты, мы еще занимаемся общеполицейскими задачами, раскрываем преступления, выявляем, пресекаем административное право нарушения. Весь город распределен на определенные квадраты, в каждом квадрате имеется наряд. То есть до сутки у нас заступают сейчас 15 групп задержания. За 2015 год сотрудники Вологодского филиала вневедомственной охраны, дежуря на улицах, раскрыли более 140 преступлений и задержали свыше 600 подозреваемых. В этом году работу по многим направлениям планируется усилить. Количество охраняемых объектов, а их уже более 2000, с каждым годом растет, поэтому на треть увеличится и количество групп задержания. Кроме того, в планах продолжить внедрение новых охранных систем. Сейчас для охраны активно используются не только телефонные линии, но и выделенный радиоканал, канал сотовой связи и интернет через высокоскоростные оптоволоконные сети. Егор Канавин, Михаил Протасов, Вологда Портал.